Всем привет! Меня зовут Тася. Вообще мой канал больше про путешествия иностранные языки и искусство. Но в этот раз я решила снять ролик немножко не по теме, но зато по огромному запросу. Я расскажу, как эффективно продавать на Авито. Я сама занимаюсь этим, кажется, 5 месяцев с начала августа. Продажи у меня серьезно так пошли с середины августа. Давайте же разберем, какие фишечки нужно использовать, чтобы хотя бы раз в неделю у вас один товар набрали. Первое и самое главное, с чего я начну, это фокус. Как и в любой деятельности, в любой работе, а это такая же работа, вы не можете просто закинуть 3 товара, 5-7, и забыть о них. Нужно постоянно заходить на сайт, следить, сколько просмотров набрал тот или иной товар и анализировать свои ошибки. Почему на эту вещь никто не обратил внимания, что нужно исправить. Или наоборот, что вы сделали такого хорошего, что вдруг у вас кто-то в сообщениях спросил характеристики этой вещи, а это уже хорошо. Значит, кто-то вашим товаром интересуется. Следующий пункт, как и все остальные, в принципе, связан с темой сфокусированности и вашей заинтересованности в том, чтобы продать как можно больше ненужных вещей. Это постоянное выкладывание новых лотов. Вы, наверное, слышали о том, что деньги должны двигаться, продвижение денег. Так вот, товары тоже должны двигаться. А для этого вы должны каждый раз добавлять какую-то новую вещь. Я уверена, что у вас дома найдется просто миллиард каких-то ненужных всяких безделушек, там, такого качественного хлама, которым вы уже несколько лет не пользуетесь. То есть вы должны как минимум один-два раза в неделю выкладывать, выкладывать, выкладывать. И это поднимет ваши товары вверх по поисковику. Про продвижение. Действительно, есть такая опция, как продвижение товаров, когда вы можете заплатить незначительную сумму денег, например, за повышение просмотров, за то, чтобы ваше объявление было крупным на сайте, чтобы была выделена цена, если вы ее снизили и вы хотите привлечь именно скидкой. Но, опять же, повторюсь, вы не можете закинуть несколько товаров, оплатить продвижение и забыть. И не возвращаться к ним в течение, там, несколько месяцев, не следить, что происходит. Поэтому продвигаем с умом, вкладываемся только в те вещи, которые набрали наибольшее количество значков избранное, вот таких сердечек. Или, если у вас ничего такого нет, вы можете ориентироваться по просмотрам, по вопросам в сообщениях, по тому, как часто к вам обращались. И вот в эти товары вы вкладываете деньги. Я вот дожидаюсь скидки 70% на продвижение и трачу какие-то смешные суммы на поднятие просмотров, типа 4 рубля, 13 рублей, 27 рублей, и окупаю гораздо больше. И, кстати, еще такой небольшой момент. Я с недавнего времени стала покупателем на Авито тоже. И когда я приобретаю какой-то товар, оплачиваю его, мне приходит кэшбэк на Авито-кошелек, которым я могу оплатить продвижение уже своих товаров. И это очень классная функция, которая меня, как пользователя сайта, тоже удерживает на этом сервисе. И у меня появляется интерес, и мне хочется использовать все услуги, которые здесь есть. Следующий пункт. Если вам предлагают участвовать, не знаю, в какой-то распродаже предновогодней, например, когда вы делаете большую скидку на несколько товаров, или в акции скидка 15%, например, от трех, от двух товаров, тоже пользуйтесь, потому что это может привести к вам неожиданных покупателей, которые еще и несколько вещей с вашей странички заберут. Следующий момент он меня в каком-то смысле изменил, потому что до этого я не любила звонки, я принимала только сообщения. Но когда вы продаете, настраивайте, пожалуйста, во всех ваших объявлениях и прием звонков. Так вы привлечете больше покупателей и быстрее осуществите сделку. Мне, кстати, чаще звонят дубнинцы, которые готовы забрать товар в тот же день, и это очень приятно, потому что они тут же приезжают, созвонились, приехали. Еще и проверяем на месте, работает ли вещь, все ли хорошо. Ну, еще такой очевидный момент, как упаковка и внешний вид. Начиная с качественной фотографии и хорошего видео, где все наглядно, заканчивая, ну, чистым, опрятным товаром, да. То есть я, например, протираю фарфор, велосипеды тоже влажными салфетками, стираю чехлы от автокресел, и это тоже влияет на ваш рейтинг. У меня, вот, например, сейчас 12 пятерок, и хорошие отзывы, там, даже последний был с поздравлениями с Новым Годом. Если у нас хрупкий товар, то мы не жалеем вот этих прозрачных пупырышек, да, которые лопают, поролона. Вроде как на сайте Авито еще нужно маркировать товар как хрупкий, потому что на почте теперь просто так на словах тебе эту наклейку не приклеят. Вот, как, наверное, и в других пунктах выдачи, насколько я понимаю, раньше было все по-другому. В общем, если у вас есть старые матрасы, пупырки, поролон, коробки, из-под ваших заказов, которые вы где-то покупали, используйте все в дело. Но, в принципе, отсутствие всего этого не страшно, потому что в любом пункте выдачи вам предоставят все необходимые материалы, если только вы не принесли какой-то совсем исполинский предмет, для которого нету коробок нужной длины и высоты. Наверное, это все, что я хотела перечислить. Возможно, я вспомню что-то еще и добавлю эту информацию в закрепленном комментарии. А вы берите на заметку, делитесь этим видео. Я думаю, это для многих на самом деле такая серьезная проблема. У меня друзья даже спрашивали, Тася, а как продавать? Вот я решила один ролик для всех записать. И я не наговорю ерунды, потому что я уже продала товаров на 15 тысяч. И у меня 12 положительных отзывов. И каждую неделю люди что-то берут. Авито очень приветливо относится к новым покупателям. У вас все быстро пойдет. Я верю в вас, желаю вам успеха. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok